Сергей Ёлгин – один из старейших сотрудников госинспекции по маломерным судам. Работает с самого основания службы. Вспоминает, что тогда погони за нарушителями были привычным делом. Сегодня, говорит, ситуация заметно изменилась. На данный момент судоводители стали более адекватно относиться к нашим требованиям. Раньше были случаи, когда они просто-напросто пытались убежать. Были и погони, как говорится, и задержания. Сейчас, как такового, не происходит. Сейчас здесь идет активная подготовка к следующему сезону. Летом необходимо будет обеспечить постоянный контроль за плавсредствами, которые в огромном количестве появляются в море. Также предстоит освидетельствовать пляжные территории на предмет безопасности эксплуатации. На учете у нас состоит 115 пляжей и 28 из них детские. Поэтому оснащение этих пляжей, чтобы было безопасно для отдыхающих. Поэтому вот это основная задача в начале сезона. А в течение всего лета и в течение всего года мы ведем надзор за выполнение правил пользования маломерными судами. В зимнее время здесь проходят курсы для тех, кто хочет встать за штурвал катера. Илья Козыродев приехал в Анапу и Чебоксар на постоянное место жительства. Хочет получить удостоверение морского судоводителя. Принимают экзамены тоже в госинспекции. Этот вопрос поднимался мной давно, еще в другом городе. Я там сдавал соответствующие экзамены. Но в силу того, что начался ледостав, не смог сдать практические материалы, практическое вождение. Приехал сюда, пытаюсь этот решить вопрос. Здесь, тут, с ледоставом попроще. Бывают пореже. Вода потеплее. Сотрудники ГИМС ведут активную работу с жителями Анапы по разъяснению вопросов безопасности людей на акваториях. Особое внимание уделяется детской безопасности. В школах сейчас проводятся тематические конкурсы и викторины, а также инструктажи для педагогического персонала. Руслан Душевский, Анапа. Регион.